Согласно данным Матрицы, оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции с 14 февраля Акмолинская область перешла из красной зоны в желтую. По городу Степногорску с начала января текущего года отмечался рост заболеваемости COVID-19. Пик пришелся на последнюю неделю января. С февраля текущего года отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшую неделю выявлено лабораторно подтвержденный случай в COVID-19 в 1,6 раза меньше, чем в предыдущую. Но эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется напряженной. При переходе в желтую или зеленую золу усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней. О смягчении карантинных мер будет известно только после 22 февраля текущего года. Смягчение карантинных ограничений проводится на основании снижения прироста заболеваемости. Поэтому нужно не допускать новые заражения и соблюдать меры профилактики. Не участвовать и не организовывать сами мероприятия с возможным скоплением людей. Обязательно носить медицинские или тканевые маски в общественных местах, в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания или отдыха населения, в общественном транспорте, в общественных местах на открытом воздухе. Правильно надевать маску, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. При этом она должна быть плотно зафиксирована. Одноразовыми масками пользоваться однократно. Смену масок проводить не реже одного раза в 2 часа. Соблюдать гигиену рук, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками. Соблюдать чистоту в помещениях, проводить чаще влажные уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств проветривания. Лицам, предписанным находиться на домашней изоляции, строго соблюдать домашний карантин до срока его окончания. Домашний карантин накладывается на 14-й день с момента выявления лица с лабораторно подтвержденным COVID-19. Руководителям объектов, деятельность которых разрешена, соблюдать ограничительные карантинные меры. Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих и моющих средств проветривания. Допускать на объекты лиц только в медицинских или тканевых масках. Не допускать на работу лиц с повышенной температурой тела признаками острой респираторной вирусной инфекции. Сохраняются следующие карантинные ограничительные меры. Ограничение режима работы с 10 до 22 часов и приостановление деятельности в субботние и воскресные дни фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, саун, спа-центров, бассейнов, непродовольственных магазинов площадью более 1000 кв.м. Деятельность скрытых непродовольственных и продовольственных рынков, в том числе торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов по типу рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров. Ограничение режима работы объектов общественного питания с 9 до 20 часов при заполнении до 50%, но не более 30 посадочных мест, без проведения торжественных семейных памятных мероприятий или иных мероприятий с массовым скоплением людей. При остановлении деятельности воскресные дни салонов красоты, парикмахерск, услуги маникюра и патикюра, объектов, оказывающих косметологические услуги. Запрет деятельности детских игровых площадок и аттракционов, развлекательных учреждений для взрослых и детей, кальянных, в том числе при объектах общественного питания, банкетных залов, объектов культуры. Запрет на проведение семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому. Соблюдайте профилактические меры и будьте здоровы!